Азербайджан входит в тройку лидеров среди развивающихся стран по общему индексу развития. За последние годы проведены масштабные работы по строительству и благоустройству, но страна не намерена останавливаться на достигнутом. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате новоназначенных глав исполнительной власти Низаминского, Наримановского районов Баку и Кюльдамирского района, Чушкуна Джабраилова, Эльгина Агаби Булаева и Эльхана Ибрагимова соответственно. По словам главы государства, необходимо решить вопрос о трудоустройстве героически сражавшихся в 44-дневной отечественной войне молодежи. Министерство труда и социальной защиты проводит масштабную работу в этом направлении. Я рекомендовал предпринимателям учитывать, прежде всего, нашу молодежь, отличившуюся в 44-дневной отечественной войне. Конечно, я поставил эту задачу перед государственными органами. Вы также должны учитывать этот фактор, чтобы обеспечить работой нашу молодежь, готовую пожертвовать своей жизнью. Необходимо принимать различные меры для повышения их профессиональных качеств. То есть мы должны подготовить их к будущей деятельности. Говоря о частном секторе, президент отметил необходимость оказания поддержки местному бизнесу. По словам главы государства, в этом направлении обеспечивается деятельность по созданию инфраструктуры и льготных кредитов. В нынешней ситуации, особенно в послевоенный период, на частный сектор возлагается большая ответственность. Конечно, в первую очередь, они должны обратить внимание на освобожденные земли и построить там свой бизнес. Я неоднократно высказывал свое мнение по этому вопросу. Бизнесмены должны быть активны во всех сферах. Ильхам Алиев также подчеркнул, что сегодня Азербайджан – одно из немногих государств в мире, которое ни от кого не зависит и не нуждается в кредитах. В частности, Карабах и Восточный Зангизор возрождаются без какой-либо финансовой помощи извне. По завершению встречи в видеоформате глава государства дал поручение касательно деятельности новоназначенных глав исполнительной власти.